Этот ролик в помощь тем мамам, которые все-таки решаются обратиться к нам и которые хотят, чтобы их дети вышли из аутизма, ДЦП, из других тяжелых недугов. Дорогие мамы, всегда меняться придется вам. Вы меняетесь, выздоравливает ваш ребенок. И для того, чтобы вам помочь найти ответы на вопрос, как меняться, что мне в себе менять, с чего мне начать и так далее, я вам предложу одну практику, очень простую. Зеркало. Вы можете смотреться в зеркало и синхронизироваться сами с собой по практике зеркала. А вы можете смотреть в глаза своему ребенку, смотреть на его поведение, смотреть на его проявление. Он зеркало вас. И надо осознавать, что он зеркало вас. Он полностью зеркалит ваши проявления в социуме, в жизни. Его стимы и вокализация – это ваши стимы и вокализации в отношениях с клиентами или с отцом ребенка. Это ваши стимы и вокализация. Просто они у вас выглядят немножко иначе. Но именно так вас видят люди, люди со стороны. И вы сами это понимаете, но прячетесь и зачастую лжете сами себе. Так вот, глядя в глаза ребенку, вы четко можете видеть, какие параметры вам в себе надо откорректировать и с какой стороны зайти. Просто посмотрите на ребенка не как на отдельную особь, которая пришла сюда с какой-то кармой. Это вы пришли сюда с какой-то кармой. А дети не всегда имеют карму. Он пришел помочь вам. Он пришел помочь вам измениться, стать другой, стать добрее, стать счастливой, стать радостной. И когда говорят, ну я же вот вся такая хорошая, подождите, а вы счастливы? А где радость? Радость в том, что вы с утра до вечера пашете на нелюбимой работе или ругаетесь с мужем, или пытаетесь где-то выяснять отношения с родителями, или весь мир у вас виноват? Нет, господа, перестаньте врать сами себе. Посмотрите на ребенка до тех пор, пока у ребенка есть проявление болезни, он отражает вас. И вы четко можете видеть, что конкретно надо менять в себе. Главное не врать. Главное не придумывать себе. Нет, вот я пройду еще один дельфинарий, или я пройду еще один сеанс массажа, и все, и ребенок вдруг начинает поправляться. Нифига, вы придумываете себе отмазки, гнилые отмазки, для того, чтобы ничего не изменить в себе. Выгодно вкладываться в аутиста, и государство это поддерживает, и при этом ничего не менять в себе. Вторичная выгода. Выгода в том, чтобы спихнуть на ребенка ответственность, и не взять ответственность за свою жизнь на себя. И поэтому аутизм на протяжении всей жизни неизлечим. И поэтому вы это осознавать будете 70 лет. Но если вы хотите быстрее, посмотрите честно в глаза ребенку, посмотрите честно на него, как в зеркало, и найдите те моменты, где вы вот точно так же проявляетесь в социуме. Где вы вот точно так же вокализируете, кричите, бываете невменяемым, сливаете свою агрессию и злобу. Ну, по сути, натираете тем же говном пол, как делают иногда дети аутисты. Чуть-чуть разное проявление. Посмотрите, как вы живете, и посмотрите, что вам надо менять. Идите вам всегда в помощь. Я понимаю, что очень тяжело меняться, особенно тяжело из нашего опыта, меняться людям военным и врачам. Потому что они привыкли жить либо по приказу, либо по протоколу. И этот приказ и протокол настолько прошиты в мозгах, что зачастую трудно сделать шаг к себе настоящий, искренний. Просто за количеством ложных масок теряется искренняя и чистая душа. Теряется именно намерение души на другую реализацию, на другое проявление, на счастливую жизнь. И тогда у человека радикальное прощение другого человека выглядит. Я написала анкету, но пускай он идет нахрен. А где прощение? Где результат работы? Результат работы будет тогда, когда прощение искреннее. Когда вы помирились, вышли в любовь и благодарность друг к другу. И после этого вместе приняли решение жить вместе или не жить. Но до этого, пока вы враги, где радикальное прощение? Вы продолжаете лгать сами себе. И ваш ребенок вам это показывает. Честно смотрим на себя в зеркало. Честно видим свое отражение. И я всегда рада за тех мам, кого дети действительно, вышедшие из аутизма, встречают, обнимают, ждут, целуют. Проявляют чувство любви, радости, внимания, заботы, искренности. Вот когда дети с вами искренне, когда дети вам показывают в зеркале, что вы искренне сами с собой, тогда жизнь налаживается. И дети окончательно выходят из аутизма и из тяжелых заболеваний. Родители, все в вас. Абсолютно все в вас. Дети пришли, как зеркала, для того, чтобы спасти вас и ваши души.